Система управления временем, о которой мы с вами будем говорить Вообще, когда в среде предпринимателей или руководителей заходит речь об эффективности То знатоки в первую же очередь начинают предлагать различные формы и методы планирования Да, это действительно так Вначале был план Однако, как показывает практика, одного плана недостаточно Недостаток этих очевидных рекомендаций заключается в том Что каждый из нас знает, что какой бы отличный не был план Он зачастую остается на бумаге Из-за разного стечения обстоятельств План очень полезный инструмент Но без управления самим собой в отношении вашего времени он будет бесполезным Мы начнем именно сразу с управления временем Научившись создавать планы, вторым шагом будет у нас С вами станет тотальная регистрация в расходовании вашего времени И уже к концу нашего курса мы научимся как объединять время в крупные блоки Этот процесс состоит из трех этапов Его соблюдение лежит в основе повышения эффективности любого руководителя Управление временем, регистрация времени и объединение времени И еще время это ограничивающий фактор И нам нужно научиться управлять им для того, чтобы знать как быть эффективным И вот теперь давайте поговорим о мозге о нашем Мы как мы говорили, мы будем разгружать мозг Наш мозг очень хорошо подходит для того, чтобы анализировать какой-то материал Планировать, выстраивать логические схемы Но он плох в качестве оперативного хранилища Это не флешка Вам необходимо примерно 30 минут Представляете себе все Чтобы сейчас, вот никто вас не отвлекал Вам от 30 минут понадобится время Обеспечьте себе место и пространство В котором в течение указанного времени вас никто не будет беспокоить Можно использовать несколько подходов Низкотехнологичный, которому я больше всего придержен Это бумага и ручка Среднетехнологичный, любой текстовый редактор на планшете или компьютере Или даже заметки на телефоне Однако из-за небольших экранов размера телефона Не очень удобно с ним работать И совсем технологичный Например, с помощью создания ментальных карт Или соответствующего ПО Планирование дня Что это значит? Это значит, что с сегодняшнего дня Мы с вами начинаем жить по плану Но меня все равно часто спрашивают А нужно ли планировать свой день? В моем случае нет, знаете, такой особенности Предлагать вам непреложные истины И какие-то правильные ответы Поскольку в менеджменте и в управлении Правильных ответов просто не существует Что для одного хорошо И что кому-то помогает К другому совершенно не подходит Но вводим исключение Мы говорим о том, что план у всех должен быть Я сейчас выскажу все-таки непреложную истину Плану быть План должен быть Хотя план, как вы знаете, это не палочка-выручалочка И бывало так, что ваш четкий и продуманный план Вдруг сдавал сбой Программа действий рушилась Из-за каких-то внезапных событий Конечно, такое бывало и не раз Так происходит вовсе не потому Что план хороший или плохой Дело в другом Следование правилу и плану Вопрос не только силой воли Следование плану Это еще и вопрос Связанных с вашей эффективностью Желанием и вашего настойчивости Планирование Не спасительный круг Но когда бы вы к нему не прибегали Он все равно вам поможет Еще, кстати, одним интересным аргументом Который мне говорит о том Что не нужно планировать Потому что постоянно существует перегруз и хаос Посмотрите ситуацию с вашей загрузкой С десяток электронных писем в папке входящей Пять стикеров на мониторе Пятнадцать не забыть в голове И плюс еще два крестика нарисованных рукой на руке Планом не являются План дня должен быть в одном месте И обязательно в письменном виде При этом план дня Может быть использован любыми средствами Он может быть в Outlook, в Excel, в бумажном бланке В ежедневнике Это не принципиально Наша главная задача Сделать так, чтобы в тот момент Когда все меняется Мы с вами могли менять то, что нам нужно И у нас было бы что-то важное Что-то то, что было постоянство Этим постоянством И будет наш план Потому что частое возражение против планирования дня Состоит в том, что все быстро меняется Но план и нужны для такой ситуации Когда все меняется Ведь вы же не планируете процесс утренней чистки зубов Это все он есть Он у вас предсказуем План существует не для того, чтобы загнать себя в жесткие рамки А план существует для того, чтобы уметь реагировать На жесткие обстоятельства И уметь правильно изменить ситуацию Для того, чтобы достичь результата И еще Знаете, мой товарищ всегда говорит Острый карандаш лучше самый Нет, не так Тупой карандаш лучше самой Лучше острой памяти Поэтому, чтобы сделать планирование Нам должно быть удобно Мы должны все это записывать Потому что записывание всегда сохраняет эту информацию И будем просматривать этот результат дня Когда мы все с вами записали Вот такая наша с вами задача Давайте попробуем поработать с первой частью Как мы будем планировать день Когда планировать? Это самый сложный вопрос Многие говорят о том, что планировать нужно с утра или с вечера Когда лучше планировать рабочий день? Ну, кто-то говорит, что с вечера На мой взгляд, в планировании с утра или с вечера Есть свои плюсы и минусы В любом случае С вечера или с утра Нам не важно План должен быть Это никак не относится к тому, что плана нет План должен постоянно корректироваться При изменении обстоятельств И времени на это у вас займет всего 5-7 минут Поэтому планируем план Не в зависимости от того, когда мы хотим Ну что ж Планировать утром или вечером? Да все равно Лучше, если вечером, когда закрывается рабочий день Легче переключиться А утром удобно в любой нестабильной ситуации Можно внести какие-то изменения Которые уже пришли Теперь Жестко или мягко Что это значит? Мы вводим в наших делах Которые у нас с вами занесены в план Понятие Жесткие дела Что ж такое жесткие дела? Это дела Привязанные к конкретному моменту времени Например Наша с вами водная сессия В 9.00 Это жесткое дело Привязано точно к времени И никуда его нельзя передвинуть Гибкие Это задачи Не привязанные к жесткому времени Например Что-то узнать Или выяснить Или это список коротких дел Помните из вашего списка? Это дела, которые можно решать быстро И еще есть одно важное дело Дела бюджетируемые Мы с вами сейчас рассмотрим Что это значит Которые не имеют жесткого срока исполнения Но требующие достаточно много времени Так вот Такая классификация Позволит вам достаточно быстро И эффективно расставить дела Алгоритм планирования дня В свободном пространстве Как правило расположенном здесь У нас с вами стороны слева Есть сетка времени Проставим время Итак у нас с вами Выделите цветом красным То время Которое у вас Будет занимать жесткие дела Поставьте их по времени Поставьте их так Чтобы было понятно Что к какому времени Четко привязаны дела Движемся дальше Воздух А что значит воздух? Воздух Это расстояние между двумя Привязанными жесткими делами Которое позволяет человеку Вставить в него гибкие дела То есть не привязанные ко времени Это действительно помогает Заполнять дела Гибкими делами И смотреть как они Выполняются И имея определенную гибкость Давайте сделаем так Действие результат Что это значит? Я бы хотел предложить вам Использовать для планирования Гибких задач Не привязанных к жесткому времени Исполнения Простую технику Действие Результат Например Созвониться Это значит решить вопрос Или дожать какую-то проблему И еще Переговорить Это значит получить Нужную мне информацию Или провести совещание Запустить проект Сдвинуть его с мертвой точки Используйте сильные Глаголы действия И ясную формулировку Результат Это вам поможет Для того чтобы получить Лучший результат Вот я приготовил вам Задание номер 6 Возьмите свои дела И попробуйте Переписать их формулировку Используя глаголы действия Приоритизация Наверное многие из нас Слышали о приоритетах Приоритеты Это значит Приор От слова первый Приоритетные дела Это те Которые мы делаем В первую очередь Ориентация На дела Которые нужно делать В первую очередь На первом этапе Повышение вашей личной эффективности Вполне Приемлемый способ Поэтому мы начинаем делать Именно с этого подхода Такой подход Кстати Сразу изменит стиль И порядок вашей работы А если вы сможете Передать этот инструмент Своим сотрудникам То вы точно Будете уверены в том Что клиентские заявки Не останутся без ответа Ведь для них Приоритет будет Достаточно высокий Задание номер 7 Сформулируйте пожалуйста Список ваших Рабочих И личных приоритетов И именно на эти приоритеты Вы будете опираться В плане выполнения Своих дел Последовательность А что же дает нам Последовательность Последовательность нам дает Выстраивание дел В порядке приоритета Приоритизированный Список задач Фактически Является для вас Гибким планом И так как он Хотя и не обязывает Вас задачи К жесткому времени Привязать Он диктует вам Последовательность Вот поэтому Мы с вами работаем И выстраиваем Последовательность наших дел Задание номер 8 Выстроить дела В соответствии С вашими приоритетами И так У вас есть два Списка приоритетов Личные И рабочие У вас есть план времени План по времени Вот время с 9 до 18 И вам теперь нужно Расставить дела Учитывая что Жесткие привязаны Ко времени И есть гибкие Которые ко времени Не привязаны Немного о бюджетировании Времени Я уверен что слово Бюджет для вас Понятно Оно знакомо Когда мы четко понимаем Сколько чего-то нужно Чтобы что-то сделать Так вот Как говорилось Наиболее времяемкие Такое интересное слово Да Из приоритетных задач Стоит оценить На предмет Необходимого В выполнении их времени Не запланировать Срок исполнения А посчитать Сколько вам времени Необходимо Для которого Можно это дело Довести до приемлемого Результата Бюджетировать Имеет смысл Дела Продолжительностью Желательно От часа И выше Это действительно Может помочь И вам полезно Использовать эту практику Естественно При бюджетировании Вы не всегда сможете Сразу и точно Предсказать Длительность Выполнения работы Ничего страшного Точность ваших прогнозов Со временем Будет повышаться Лучше неточная оценка Деятельности работы Чем никакой оценки И как только Вы начнете Бюджетировать время Вам придется Гораздо более жестко И реалистично Смотреть на свой план дня Зато и процент Фактического выполнения Будет расти Еще один маленький нюанс Про запас Я бы вот хотел О чем рассказать здесь Когда происходит Какое-то событие Вот например Сегодня мы запустили Наш курс Вам необходимо было Узнать очень много информации И у кого-то Что-то не получилось Запаситесь этой информацией Заранее Например Вы входите в конференцию А у вас нет организатора телефона Запаситесь этой информации Заранее Чтобы точно знать По какой ссылке Куда зайти Какой пароль Какой доступ Чем больше информации У вас будет полезной Под рукой Тем легче Вам будет справляться Со всеми Вашими делами Ну что ж Давайте подведем Небольшие итоги Итого Чему же мы с вами Сейчас научились В блоке управления Временем Первое Нам нужно Планировать Либо с вечера Либо с утра Не имеет значения Главное Чтобы план был Уходит на это Примерно 10-15 минут Используйте Разные цвета Закладки Стикеры Чтобы ваш план Был красивым В плане дня Разделяйте дела На жесткие И гибкие А бюджетируемые задачи Вставляйте ровно В такой период Воздуха Между жесткими делами Чтобы точно Хватило на это время Выделяйте приоритетные То есть те дела Которые нужно Начать делать В самом начале Создайте список Гибких задач Результатно ориентированными Используйте Глаголы действия При планировании Жестких задач Закладывайте место Для воздуха Вот Какие мы с вами Сделали Уже шаги По созданию Своей системы Тайм-менеджмент Итак Планируем день Жесткие Гибкие Приоритеты И воздух Редактор субтитров А.Семкин